Сегодня опять говорим про цену биткоина. Ребята, что если я скажу вам, что есть один индикатор, который показывался последний раз в октябре 2020-го, когда биткоин был на 11 тысячах. Мы тогда смотрели на него еще с DaVinci J50. И прямо сейчас этот индикатор, который поднял биткоин с 11 тысяч до 60, собирается появиться снова. Покажу вам, на что я сейчас смотрю для биткоина, как я буду торговать на следующем движении, будет оно наверх или пойдем мы вниз, и много чего еще. Досмотрите это видео до конца, потому что это может быть самой простейшей ТИЭй, которую я когда-либо делал, но при этом и одной из самых эффективных. Поэтому обязательно досмотрите до конца и поставьте лайк, ребята. Потому что у нас самая поддерживающая комьюнити в мире, и также самая прибыльная. Я постоянно проверяю вовлеченность, ребята. И, ребята, ни один из ваших лайков и комментариев не проходят мимо. Окей, давайте переходить на графики и говорить про цены, на которые мы сейчас смотрим. И, конечно же, это видео более бычье. И, несмотря на это, предупреждающие знаки, о которых я говорил в предыдущих видео, все еще релевантны. И давайте поговорим о том, что я на самом деле имею в виду. Как вы видите, это 12-часовые свечи для биткоина. Можете дневные также использовать. И этот большой паттерн формировался примерно с предыдущего года, и он все еще валидный. И я хочу поговорить о том, где он пробьется, какая, по моему личному мнению, будет цена из этого. Но перед этим я хочу поговорить про один специальный сигнал. И это не сами полосы Боллинджера. Это, по сути, деривативы от полос Боллинджера. Ширина полос Боллинджера. И это очень важно, ребята. Давайте пока уберу их. Полосы Боллинджера здесь внизу показывают вам... Так, давайте еще раз покажу. Когда полосы Боллинджера... Далеко от этих полос внизу. Итак, когда они далеко, ширина полос Боллинджера наиболее высокая. Когда же они уменьшаются? Каждый раз, когда они уменьшаются, и они как раз делают это сейчас, мы видим, как ширина полос Боллинджера уменьшается до уровня, которого, когда мы достигаем, каждый раз доходим до этого уровня внизу. 0,05 на ширине полос Боллинджера. Посмотрите, вот эта оранжевая линия внизу. Обычно это момент, когда биткоин пускается в самый сумасшедший волатильный мув Либо наверх, либо вниз И я расскажу вам об этом Давайте немного отдалю и покажу вам кое-что Я думаю, что кто-то на благотворительном стриме, кажется, сказал это И также да Винчи точно сказал Бычьи рынки не заканчиваются укреплением И давайте покажу вам, что это значит Я сейчас приближаю до движения в 14 тысяч Посмотрите, когда мы достигли 14 тысяч Полосы Боллинджера были очень далеко друг от друга Посмотрите, у нас был уровень 0.42 И то же самое подходит ко всем бычьим рынкам Давайте сфокусируемся только на бычьих рынках Топ на 20 тысячах долларов Полосы Боллинджера не сжимались вообще А последний раз, когда они это делали, было на 4 тысячах долларов Когда мы достигли нашего порога в 0.05 на этой полосе внизу В общем, какой из этого вывод? И пожалуйста, ребята, сделайте это сами Идите и посмотрите на полосы Боллинджера И проверьте все сами Ни один из бычьих рынков не заканчивался консолидацией Ни один из бычьих рынков в истории биткоина Не заканчивался с полосами Боллинджера На таком важном-важном пороге И если приблизить здесь немного Вы увидите, что мы еще не дошли до этого порога Но нам нужна еще пара 12-ти часовых свечей Для того, чтобы достигнуть этого И почему же полосы Боллинджера настолько внизу? Потому что волатильность уходит вниз И потому что биткоин укрепляется около ценового рекорда А такая консолидация около ценового рекорда Никогда в истории биткоина Не была концом бычьего рынка Бычий рынок заканчивается массивным выходом наверх И затем огромной коррекцией И красной свечей вниз Когда рынок, по сути, не очень правильное слово Но по сути высасывает все розничные деньги Перед тем, как мы уходим вниз Перед тем, как мы уходим в массивный медвежий рынок В медвежью фазу для биткоина Которая обычно длится 12 месяцев Итак, как вы видите здесь внизу Давайте еще раз покажу Здесь внизу у нас ширина полос Боллинджера И каждый раз, когда мы были здесь внизу Это означало, что мы сейчас в стадии укрепления А ни один бычий рынок не заканчивался на таком укреплении И я смотрю просто с точки зрения вероятности Обычно бычьи рынки заканчиваются Когда полосы Боллинджера просто невероятно высоко На порядок выше 4 десятых И даже 6 десятых Они заканчиваются большим, всех посылающим движением наверх для медведей Заканчиваются чем-то таким Поэтому вот что лично я думаю Почему я говорил про эти все предупреждающие знаки до этого? Все довольно легко Давайте немного опущу и расскажу вам, о чем я сейчас думаю по поводу рынка Так, сейчас это уберу Итак, почему же я говорил про предупреждающие знаки? Конечно же, потому что когда волатильность идет вниз Когда волатильность уменьшается А полосы Боллинджера сжимаются Это не индикатор того, когда цена пробьется Это просто индикатор того, что цена только собирается прорваться Это просто индикатор того, что совсем скоро появится крупное движение для биткоина И лично я думаю, что несмотря на то, что оно пойдет выше К тому же объем уменьшается И биткоин находится внутри этого паттерна Все эти вещи ведут к просто вулканическому взрывному движению для биткоина Но это далеко не значит, что биткоин не пойдет на еще одно движение Посылающее всех куда подальше С огромным фитилем вниз Возможно даже до 47-48 тысяч долларов Я не говорю, что это случится Просто хочу приготовить вас, ребята Возможно, у нас будет эта встряска Перед тем, как биткоин пробьется наверх Но не важно, что случится Лично я думаю, что бычий рынок еще не закончился Лично я думаю Будет ли у нас такое посылающее всех движение вниз или нет Лично я думаю Мы увидим продолжение движения наверх И лично я думаю, что мы увидим, что это движение Из этого паттерна на 12-часовом или дневном графике Этот паттерн даже на недельном графике можно развернуть Потому что эта линия сверху формируется примерно с 15-го марта Итак, прорыв наверх будет вести нас прямо наверх Снова до уровня в 70 тысяч долларов И давайте все-таки вернусь на камеру Уровень в 70 тысяч долларов Это цель на прорыв из чашки с ручкой Из перевернутых головы и плечей Из W-паттерна Это также цель для движения из Эйби равных CD Когда предыдущее движение переставляешь на следующее И также это почти что сочетается с парой процентов разницы С золотым сечением по Фибоначчи И все эти вещи нам нужно держать в голове Думаю ли я, что мы не пробьемся еще вниз Вполне возможно, что у нас еще будет крупный фитиль вниз Крупная свеча ликвидации вниз Именно поэтому я сейчас очень осторожен с моими трейдами И, конечно же, покажу вам их Но лично я думаю, что с точки зрения вероятности Будет этот фейковый выход или нет Мы, скорее всего, увидим продолжение этого движения наверх Поскольку мы укрепляемся около ценового рекорда Объем уменьшается У нас есть горизонтальное сопротивление И поэтому большая вероятность есть того, что мы продолжим Убычьи движения наверх И также давайте поговорим по-быстрому про мои трейды Потому что люди хотят знать, как это выглядит в теории И, конечно же, практиковаться Итак, мои трейды все еще открыты Вот мой трейд на FIMEX 2,3 миллиона долларов прибыли Более 40 биткоинов Я буду держать этот трейд открытым И да, конечно, я держу все свои трейды открытыми Потому что мы все еще Создаем высокие минимумы на дневном графике И то же самое на недельном Мы сейчас на обычном рынке Несмотря ни на что, мы должны держать это в голове И пока это не меняется, я держу свои трейды открытыми Вокруг сейчас одни сплошные медведи А для меня сейчас время быть бдительным И дождаться следующего трейда Сейчас же я хочу поговорить про мой следующий трейд Мне действительно нужно увидеть биткоин Прорывающимся через этот порог Через 60 тысяч долларов Я не хочу видеть 4-часовую свечу здесь Не хочу видеть 12-часовую свечу Мне нужна дневная свеча Закрывающаяся выше этого уровня Подтверждающая предыдущую поддержку Которая переходит в сопротивление Посмотрите, у нас уже были прорывы Но нам нужно подтверждение Прорыв через предыдущее отклонение В ином случае, это просто фейковый выход Когда же это случится? Я открою просто сумасшедший трейд Трейд, который я вам показал Примерно на 10 миллионов И я, скорее всего, открою еще один На 10-15 миллионов Не буду торговать им до верха Не прямо до 70 тысяч Но, скорее всего, до 68 тысяч Точно И вы можете написать в комментариях, что вы об этом думаете Собираетесь ли вы торговать здесь Или еще нет И как вы знаете, ребята О, посмотрите Какой замечательный видок Итак, внизу в описании Есть 700 долларов бонуса Если хотите торговать на этом Кликайте по ссылкам внизу И после вашего депозита Вы получите 700 долларов бонуса Совмещенных на всех биржах Можете торговать этим бонусом И выводить уже все полученные деньги И что самое важное Если вы заберете этот бонус По нашим ссылкам вам всегда будут доступны По тем, которые в описании Вам всегда будут доступны все будущие бонусы Не важно, когда они будут Самое главное Это зарегистрироваться по этой ссылке И так вы получите свои бонусы Спасибо за то, что досмотрели до конца Огромное спасибо от всего моего сердца За то, что вовлекаетесь в это видео За то, что шумите с алгоритмом Именно так мы получаем все наши просмотры Именно так мы увеличиваем размер нашей семьи Нашего крипто-комьюнити Спасибо за просмотр до конца И за все ваши лайки, ребята Мы увидимся совсем скоро И как обычно, ребята Как обычно Пока-пока